Ну что, как обычно, хочу начать с объявления. Сегодня, как я уже говорил в предыдущих наших выпусках, вышел очередной номер календаря вокруг света армянского уже на 2024 год. Это новый календарь. Если вы его ни разу не заказывали себе, обязательно закажите. Уверен, вам понравится. Ну, а у него есть еще и свои почитатели, которые с 2019 года его ежегодно заказывают и себе, и даже близким своим к новогодним праздникам. Например, в качестве подарка. Уникален календарь этот тем, что по нему можно изучать вообще всю подноготную и мирового армянства, и армянской истории. Потому как на каждый день там имеется какая-либо информация. Ну, например, скажем, такого-то числа, такого-то месяца, в таком-то году, вот данный день произошло то или иное событие, или какой-то армянин сделал какое-то открытие в этот день. У нас история очень глубокая, длинная, поэтому на каждый день обязательно что-нибудь интересное найдется. И вот эта стопка из года в год, она собирается, и можно собрать целую огромную энциклопедию справочник. Ну, если вы не с самого начала это делаете, то я не собираюсь умирать. Каждый год, естественно, буду это все выпускать или перевыпускать для тех, у кого не было изначально календарей на 2019 год или на 2020 год. Можете вот сейчас прям начать. Кстати, говорят, есть еще 2023 год. Можете 2023 заказать, пока он не закончился. Ну, и 2024 сам Бог велел. Как заказать, значит, вот под этим самым выпуском, я вот прям пальцами показываю. Вот вы меня смотрите, вот моя говорящая голова. Если вы смотрите меня в YouTube, вот под этим самым выпуском там написано «Заказать календарь». Заходите туда по ссылке, внимательно читаете, что там написано, заполняете купон со своим адресом, индексом, оплачиваете этот самый календарь. И этот купон вместе с чеком, с оплатой отправляете далее. Там написано «Куда». И будет вам, значит, счастье. Вам или вашим близким, кому вы его закажете, этот календарь. Значит, обязательно делайте так, как там написано. Не нужно отдельно какие-то вот самовольничьи, там, я не знаю, ну, то, что вы там придумали, от самовольничали, выслали деньги и в смс-ке пишете вместе там со Сбербанком свой адрес. Ну, чушь какая-то. Ну, вы же сами понимаете, что тот же Сбербанк никогда не пишет вашу фамилию. Там, допустим, будет Карен Петрович Г, Наполеон Жюль Вернович С, С, вернее, ну и так далее. Ну, а как же вам, на конверте его кажут вместо вашей фамилии С, что ли? Ну, вы же сами понимаете, что во мне никто не вручит эту самую бандерову. Ну, зачем самовольничать? Делайте так, как там написано. Это не я придумал, это правила такие. Я даже никогда не предполагал, что этому я еще уделю отдельное время, чтобы учить, как правильно, значит, заполнять и заказывать. Значит, а если вы проживаете за пределами Российской Федерации, то там же есть, вот в этой же ссылке, имеется электронный адрес. Водарсобака.мейл.ру Напишите, и вам ответят, как лучше заказать за рубеж из России этот самый календарь, как оплачивать, ну и так далее. В общем, сделайте все так, как написано там по ссылке, по которой вы войдете. И никаких самоволок не устраивайте. Еще раз прошу. Если хотите получить этот календарь. Ну, а теперь, значит, по теме. Как мы видим, в последнее время, все вот эти вот страны, что потворствовали в войне с армянами в Арцахе, Азербайджан, начинают уже постепенно предъявлять свои претензии. И это только начало, как мне кажется. Известно, что эта диктаторская страна, Азербайджан, боится армян и воюет с ними только либо в союзе с кем-то, либо сначала голодомор устраивает мирным жителям и только потом сыпет им на голову ракетные арсеналы. Три страны, которым Азербайджан обязан вокруг жизни, это папа Турция, мама Россия и крестный отец Израиль. Хотя голов у зверя семь. Ну, о нем, ладно, это о звере отдельно поговорим. Итак, Израиль. В отношении Израиля, впрочем, думаю, термин крестный не совсем подойдет. Крестный только у христиан. Полагаю, Азербайджан для Израиля скорее гой-шаббат. Для тех, кто не в курсе, гой-шаббаты это не евреи, которые служат евреям по субботам. Потому как в субботу евреям ничего нельзя делать. А чтобы даже сходить пописать, надо, чтобы кто-то поддержал. И вот это делают вот такие вот гой-шаббаты, о котором я сейчас сказал. Но начнем, наверное, лучше с Турции. В последнее время турецкие СМИ часто замечают, что победа Азербайджана принадлежит по большей части турецким генералам, руководившими процессом. Действительно, на долю Турции приходятся мозги ведения боя, а также, собственно говоря, арсенал. В частности, Байрактар. А мы знаем, что в Арцахской войне в 2020 году война была бесконтактной. Наземной операции практически не было. За исключением отдельных случаев на линиях соприкосновения, в частности, на юге Арцаха, где азербайджанцы особо не столкнулись с сопротивлением из-за прозрачности границы, о которой нужно в Армении говорить и говорить. И не только говорить, но и наказать виновных во всем этом. Спросить, причем не с тех, кто в данное, в то время, два года назад находился там, три года, вернее, назад находился там, а с тех, кто 30 лет не ударил палец об палец, чтобы оградить южную часть фланга. Это единственное было место, где Азербайджан проник без родителей, в частности, Турции. С турецким горным десантом азербайджанские десантники вошли в Шуши. Этот город пал не только потому, что ряд высокопоставленных армянских упырей дали приказ временно отступить, но и слаженным действиям турецко-азербайджанскому тандему. Именно поэтому в Шуши Алиев и Эрдоган подписали военно-стратегический договор о взаимной помощи. Ну а как иначе? Азербайджанец без турка как секс без партнера. И это мы видим по сей день и повсюду. А того турецкие СМИ все часто напоминают это Азербайджану, как только видят, что вектор этой страны кренится не туда, как нужно Турции. Например, в случае с Израилем и Палестиной. Ее поддерживает Турция, а вот Азербайджан и рад бы был поддержать Палестину вслед за папой турком. Но ведь Израиль найдет себе другого Гой Шабата. И тут плавно перейдем таки на Израиль, который тоже требует подчиняться. И тоже весьма справедливо. Ведь значительная доля азербайджанского оружия, израильского производства. Тут можно возразить, что две страны пребывают в симбиозе. Азербайджан получает израильское оружие со значительной долей скидок. А Израиль может спокойно шпионить за Ираном с территории Азербайджана. А в будущем, чем чёрт не шутит, или скажем так, шайтан чем не шутит, быть и плацдармом, стать вот этим самым объектом, плацдармом для удара по Ирану. Но это логическая цепочка. Она дана не всем. У ослов логика отсутствует, и они лишь кивают головой на оскорбление. Айки, женщины с трудной профессией перед сутенёром из Израиля. Единственный народ, который пришёл к вам на помощь, это евреи. Единственная страна, которая помогает Азербайджану, это Израиль. Поэтому чуть-чуть засудьте вашу мусульманскую гордость себе в жопу. И немножко станьте цивилизованными. Единственная страна, которая вам помогает, это Израиль. Я сказал, что ему приятно, понимаете, нас много приедет, а какие-то ублюдки приходят к вам в эфир и начинают писать гадости. Третья страна, ожидающая подчинения и пока прощающая Азербайджану все походы к другим мужчинам, Россия. Азербайджан обязан России. Обязан даже не потому, что с молчаливого согласия Кремля Азербайджан учинил расправу с народом Арцаха. Нет, отнюдь. Азербайджан обязан России ее величайшими подарками. Такие подарки, как Россия, даже Турция не сделала Азербайджану. Я напомню, азературецкий тандем за 44 дня чуток продвинулся на севере Арцаха, в районе Талиша. И, как я уже говорил, на юге. После чего был подписан тот самый документ ноябрьский 2020, о котором все говорят, но про величайший подарок уже начали забывать. Именно после того, как замолкли пушки, Россия открыла Азербайджану доступ к двум крупнейшим районам Арцаха. Карвачарскому, Кельбаджарскому и Бердзорскому, Лачинскому районам. Блудница снова не оценила подарок. Такова ее участь. И, знаете, напоследок хочу сделать открытие. Азербайджан страна библейская. И не важно, что о ней в Библии не говорится, как об Азербайджане. Ну и что? Об Азербайджане и в истории не говорится, как об Азербайджане. В книге Откровения в Библии говорится о Вавилонской блуднице, выседающей на багряном змее семью головами. Алиевский Азербайджан и есть та самая блудница. Что касается семи голов, то три головы принадлежат тем странам, трем, что мы сегодня обсудили. Четвертая голова это Украина, которой бегает Азербайджан, изменяя Россию, даже несмотря на подарки. Пятая голова это Пакистан, который поддерживает Баку на всех международных площадках. И вообще за любой кипиш и за любого фанатика углотку вырвет. Шестая голова это Пан-Тюркизм, с которыми Азербайджан временно становится светской страной, так как в исламе запрещен национализм. Ну а седьмая голова это уже Пан-Исламизм, которым Азербайджан прибегает, если нужно армянам джихад объявить, забывая при этом, что Азербайджан светский и ратует за национализм в лице Пан-Тюркизма. Такая вот блудница. Но из той же Библии в Откровении 17 главы мы читаем. Суд над великую блудницей, сидящей на водах многих, с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Иначе говоря, речь идет об упивающихся нефтью главах государств, нефтью азербайджанской. И над самой блудницей будет суд. И ой как бы мне хотелось это увидеть. Как говорится, иншалла, увидим. Субтитры подогнал «Симон»